Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии днём с прояснениями, ночью и утром местами снег. Днём преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 5-10, в горах местами минус 10-15, днём до плюс 5, в горах местами до минус 5, на дорогах местами гололедится. Черкесский днём с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 6-8, днём 0-2 градуса. На дорогах гололедица. В республике проходит неделя ответственного отношения к здоровью. Что означает эта формулировка и где абсолютно бесплатно можно сдать анализы и поправить здоровье? На эти вопросы в эти минуты моей соведущей Белли Джозаевой ответит доктор Центра здоровья, терапевт Зухра Салпагарова. Доброе утро всем. Доброе утро, Зухра. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что сейчас в республике проходит неделя ответственного отношения к здоровью. Скажите, пожалуйста, что такое ответственное отношение к здоровью? Вот научными словами, как доктор. Ответственное отношение к здоровью – это способность отдельных лиц, семей, сообществ поддерживать здоровье, укреплять здоровье, а также справляться с заболеваниями при поддержке медицинского учреждения, либо самостоятельно. Ответственное отношение к собственному здоровью включает соблюдение здорового образа жизни, мониторинг собственного здоровья, а также ответственное использование продукции для самостоятельной заботы о здоровье. То есть это правильное хранение и употребление лекарственных препаратов. Вот в Центре здоровья, куда люди приходят укреплять свое здоровье, для того, чтобы попасть туда, какие-то обследования нужны, какие обследования у вас проводятся? Расскажите об этом. Нет, никаких обследований не нужно. Мы все это проводим у нас. Вообще основным направлением нашего центра является профилактика неинфекционных социально значимых заболеваний. То есть это такие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хронические заболевания легких и некоторые другие заболевания. И обследования, проводящиеся у нас, это антропометрия, это экспресс-оценка функционального состояния сердца, оценка органов дыхания, это измерение уровня холестерина и глюкозы крови. То есть заключительным этапом всех вышеперечисленных обследований является консультация врача-терапевта. То есть он поможет выявить риски развития различных заболеваний, проинформировать пациента о факторах риска их развития и будет всячески способствовать предупреждению их развития. Придерживаясь некоторых правил, пациент тем самым и будет способствовать ответственному отношению к собственному здоровью. Зухра, вот смотрите, человек себя стал плохо чувствовать. Ему для этого не обязательно идти в поликлинику, можно подойти к вам в центр здоровья? Да, можно подойти к нам в центр здоровья. А куда надо подходить? И какие документы нужны? Да, мы находимся на улице Свободы 62, ориентиром служит располагающийся рядом онкологический диспансер, думаю, все знают, где он находится. Записаться, например, можно либо через госуслуги, либо непосредственно обратившись в наш центр. И при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Хочу напомнить о том, что все обследования проводятся бесплатно. И, конечно же, болезнь легче предотвратить, чем лечить, поэтому очень важно не забывать о профилактических осмотрах. И желательно это делать в эту неделю, когда человек должен ответственно относиться к здоровью или всегда? Нет, можно обратиться в любое время, мы будем рады всех обследовать. И всегда это будет бесплатно? Да, это всегда бесплатно. Ну что ж, я благодарю вас за такую полезную информацию. Желаю вам успеха в работе. Спасибо вам. Спасибо. На этом я прощаюсь. С вами через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на Ногайском языке». Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...